Добрый день! Вместе с Алексеем Арестовичем приветствую вас из студии Украл FTV. И сразу же понимаешь, что когда начинаешь говорить с Арестовичем, начать будешь с какого-то, с короткого даже не спича, а с заголовка сразу. И знаете, Путин и дети, как вам такая тема? Потому что столько в сетях уже прочитано о том, что в этих выступлениях в Москве, закончившихся взятием очень многих под стражу, автозаки, дубинки, какие-то сверхсовременные упругие дубинки. Читаю я у наших российских, может быть, и каких-то около того зрителей и подписчиков. И как все выходят на тему этот помолодевший протест? Ну, Путин и дети. Что это было? Ну, как это? Две вещи, они сходу бросаются в глаза. Первое, что мы имеем дело не с реальной России, когда мы обсуждаем вот здесь, в Украине, а с тем лупком, симулякром, который мы создали своей пропагандой в отношении России. Мы считаем, что Россия такая, все безмолвные рабы, мнения собственного не имеют, все любят царя и так далее. Примитивные, простые, как три копейки. Аннет. Аннет, оказывается, что Россия немножко, российская действительность немножко сложнее, чем мы себе здесь рисуем. В частности, я рисовал в рамках военной пропаганды первых двух лет. Я, как автор этого лупка, могу сказать с честной совестью, даже мы создали лупок, пора от него избавляться. Вот достаточно сложное явление. Выходят дети, два сложных явления. Первое, выходят по всем же городам, не только по Москве выходили. Выходят дети поколения 14-12, вернее 14-20, там 12-летних брали, как бы показаны и так далее. Там своеобразная форма протеста, с этими кроссовками. То есть это новая эстетика появляется. А мы знаем, как только появляется новая эстетика, это признак действительно чего-то нового там на небесах, на сфере. Но больше всего меня порадовало даже не выход сам детей, а рефлексия российская, которая началась вокруг выхода. Когда родители начали стыдливо переписываться, журналисты, они тоже родители, как бы, да? Журналисты, публицисты и все остальное, они начали переписываться и говорить, как это мы так пропустили. Наиболее яркая метафора, которая мне больше всего понравилась в отношении, это то, что все, как предсказывали Стругацкие, в «гадких лебедях». То есть происходит теперь, по сути, явление, происходит фатальный разрыв поколения. Вот в чем проблема диктаторов и вообще всех режимов, которые они создают. Путин, конечно, не диктатор, но с диктаторскими наклонностями. В том, что они все-таки не бессмертны, что все-таки время проходит. Время проходит, поколение меняется и срок это 20-25 лет максимум. Путин 17 у власти, если не считать пребывание на по студии электрофсб, то есть тоже в верхушке российской. С собственным президентом или премьером России, он 17 лет. И все, разрыв поколений произошел и появились новые люди, об их характеристиках достаточно много наговорено, они не боятся. Все началось с брянских школьников, помните? Нет. А вот же видео опубликовали за два дня где-то до заявления еще Навального. Брянские школьники в скрытой камере сняли, как они общаются с учителями по поводу Украины, по поводу всего остального. Там много чего было наговорено, но они категорически не соглашаются с позицией учителя, который бедный говорит, ну вы же понимаете, такие вещи нельзя говорить, хорошо, что у нас никто не слышит, там типа власть считает. То есть брянским школьникам Крым не нужен, что ли? Они сказали, что нет. Главная их мысль была, что вы врете очень много взрослых. Центральный протест в чем же? Вы очень много врете. Просто цель же какой-то, на брянщине воржи. Да, бесконечно врете. Вот вы создали там лживую реальность, а дальше уже там, вот это главная претензия, к ней добавляются уже там падение общего образа жизни, там и так далее, и так далее, отсутствие смысла, отсутствие перспектив, да, вертикаль, все остальное. Но главное, что вы очень много врете. Когда дети заявляют, так это сам, это напоминает историю Крысолова и Глеменгенского, который ушли, как бы Крысолов увел. И растерялись все. Растерялся Навальный, который призывал выходить люди. Растерялись там альтернативные организации, которые повыходили. Власть растерялась и так далее, и так далее. Абсолютно детский протест. Интересно, они не политизированные. Они, как это, это такой, давайте скажем это страшное слово, экзистенциальный протест. Они выходят против атмосферы, которая создана в стране. Когда люди бунтуют против фона, это всегда большое дело. Они еще бунтуют, это еще дети бунтуют против фона. Ну и как-то, опять же, мы же привыкли за эти несколько лет, что все решается в Фейсбуке. Репостнул, поучаствовал в политической жизни. Прочитал, лайкнул, все, ты этот сам и так далее, все там происходит. Но Фейсбук, оказывается, тоже окучен. Есть уже тролли, есть фабрики троллев, есть организованные продвинутые, купленные посты. То есть продвижение это освоено как рынок и как политтехнология в значительной степени. А это дети, оказывается, которые общаются в чатах видеоигр, этих компьютерных игр. Они там это обсуждали. И там это было пропущено. Фейсбук контролируется, ВКонтакте в значительной степени контролируется. Там те люди, которые анализируют это явление, они пишут, что это основное, они сговаривались в основном в чатах компьютерных игр. Дети не одноклассники уже давно. И вот мы сидим, да, мы сидим, ну и ВКонтакте, там для среднего подросткового, да, как бы одноклассники для стариков, и вот в Фейсбук типа для продвинутых белых воротничков. И вот оказывается, дети договорились в чатах. Так раньше договаривались исландские террористы, или чат договариваются. Либо порночаты, либо чаты игр, потому что огромное количество сообщений. Приконтролировать не может даже никакая система эшелона американская. Но самое удивительное, не это. Мы же до позавчера все эти родители считали, что дети абсолютно политичные. Не живут общественной жизнью, они вообще не живут никакой жизнью. Они сидят в этой виртуальной реальности, играют в свои игры. И тут дети выходят… Не выходят на улицу даже. Дети не выходят даже на улицу. Вот тут они спортом не занимаются. Выходят из этой виртуальности и лупят по 150 городам России. Не то, что политический протест. Ладно там с протестом. Новое культурное явление порождают эти дети, да? И есть… Я когда-то был в московском эзотерическом кружке, так по молодости, когда ездил в Москву, учился. Слышал такой разговор, что вот там несколько мистиков разговаривали с такой, с питерско-московской интеллигенцией высоколупой. И они такие говорили, что вот Стругацкий, оказывается, у них был канал, и они по этому каналу получили информацию о том, как будет устроено будущее. И описали в своих книгах, да? Вот они такие пророки для младших научных сотрудников, условно говоря. Вот сейчас эта мысль снова витает. Уже не знаю, откуда она вышла. Что очень точно угадали, что когда дети, гадкие лебеди, помним, да? Они говорят, нет, мы просто не принимаем эти правила игры вообще. Мы даже аргументировать не будем. Мы даже не будем с вами разговаривать. Мы просто не принимаем. Самое интересное, что эти дети не бьют стекла. Они не угрожают полицейским. Вообще, я читаю описание, взрослых очень удивляет адекватность поведения. Они знали, что будет, знали, что их будут винтить, как это задерживать и так далее. И продумали заранее, и говорят, даже посовещали с юристами, как себя правильно вести в этом случае. Договорились о формах протеста. То есть это, если бы российские взрослые могли так организовать акции протеста, как их организовали эти дети компьютерные. А я знаю, я понимаю, как они их организовали. Команды вот эти, которые там в видеоиграх, они сообщества. Они часто насчитывают две-две с половиной тысячи человек, где они договариваются о очень пролонгированных стратегиях. Например, год они захватывают позицию в какой-то игре, эти дети. То есть они умеют общаться, оказывается, умеют договариваться, умеют согласовывать интересы и противоречивые огромного количества таких же, как они, подростков, и сообщать, действовать. Вот он выплеснулся на улице. Вот вам Россия. Кто мог предсказать это две недели назад? Кого угодно, спросите. Могли предсказать все, что угодно. Мы привычно кричали про Третий Майдан, про Пылающий Кремль, про Навального, как игрушку Кремля и так далее. Вот рождено абсолютно новое культурное явление, с которым мы никогда не имели дела и никто не мог предсказать. Как, в общем-то, агента и какой-то продукт ФСБ, потому что этот фильм, этот сброс о Медведеве, ну как-то, возможно, было без спецслужб такое вот. Да, вот Башня Кремля воюет друг с другом, одна дает компромат на другого, но все забывают, что у Навального брат сидит вообще-то. Это слишком дорогая цена за сотрудничество с ФСБ. И, как бы, я думаю, что он, безусловно, им пытается манипулировать, но если вы хотите поговорить о Навальном, поговорим. Не, о детях продолжим. Да, я бы хотел быть с детьми. Абсолютно вот взрыв, абсолютно новое культурное явление, которое, ну, никак невозможно было предсказать. Покажите мне, кто мог хоть как-то, хоть самой смелой фантазией допустить, что будет детский протест. Пожалуйста, детский протест. Ну, Алексей, строго говоря, у нас же Майдан вот последний начинался тоже с там, «Они же дети», этот тэг, который везде был, мэм, как угодно, тоже имелось в виду? Да, дети появились очень поздно на Майдане. Вышли первыми… Ну, студенты, которых разогнали ночью-то, это же были… Студенты вышли далеко не сразу. Я же был в первую же ночь на Майдане. А, то есть этому предшествовали какие-то дни? Да, мы топтались, там 50 человек топталось таких. Я был с двумя кинорежиссерами. То есть сравнивать нельзя все-таки с тем массовым… Да, дети появились на третий-четвертый день, ближе под выходным, их разогнали, по-моему, на выходные. Однако именно на это, на «Они же дети» реагировали как-то, ну, и граждане, вернее, горожане, киевляне… Ну, рождено несколько очень ярких картинок, которые разошлись по мировым СМИ и вот бах, и вот как раз взрослыми перетираются в своих одноклассниках ВКонтакте и в Фейсбуке. На форумах это девочка этой менюки, которая свинтила там пять милиционеров. Это вот уже сейчас? Полицейских российских, да, на этом митинге. Молодая, это же девчонка, ей 20 лет или около. Как она свинтила, в смысле выражаясь языком? Да, ее держат в руках и там конвою, да, пытаются конвоировать. Задержали, грубо говоря. Силовой захват идет. И 12-летний вот этот мальчишка в очках в желтой куртке, которого там поймали полицейские, как опасного преступника четвером тянут. И так далее, и так далее. Опять же, наблюдатели указывают на абсолютную растерянность полицейских. Они готовились к силовому противостоянию, подобному Майдану или около того, да, там. А в результате пришлось хватать среди взрослых, пришлось хватать детей. Дети вот описывают, я читал написание, сами дети описывают, как это было. Они говорят, что каждого там 20-го хватали, абсолютно выборочно. И говорят, что их поразило, это растерянные лица полицейских, они не знали, что с этим делать, понимаете. Власть всегда готовится к прошедшим этим самым, к прошедшим войнам. Ну и потом, какая бы ни была звериная власть, такая же, даже как в России, с звериным оскалом, реально, кто готовы стрелять своих людей, в детей стрелять или детей жестоко бить, пока не готова даже российская власть. И что делать с этой формой, я думаю, что не знают никто. Как сказал один российский наблюдатель, там уже в Кремле, конечно, пишут программы, как это, усилить работу с молодежью, пятое десятое, но мы же понимаем, что это все как бы. Заявлен очень интересный протест. Это протест не по содержанию, протест не по стилю. То есть вы делаете то, что вам не нравится, делаете вот это, и все будет хорошо. Это протест вообще по фону. Нам не нравится вода, в которой мы живем, сказали, эти маленькие рыбки. Полностью вода не устраивает. Атмосфера, которую вы создали в стране, вот что нас не устраивает. Я слышу, эти дети не могут обсуждать политические программы, внешнеэкономические программы, внешнеполитические программы, надо ли воевать в Сирии или нет, надо ли отдавать Крым или нет, они не в состоянии, видимо, об этом говорить всерьез. Но протестовать-то против атмосферы, которая создана, вот эта лжи, они точно... Рыбки-гурами или рыбки-пирани. Были примеры, но самые жестокие-то, когда дети брали в руки оружие, там Африканский континент, с Халашниковым. Но были же пионеры-герои, пионерские лагеря, где я бывал имени пионеров-героя Вали Котик, Тимур Фрунзе и так далее. Были, в конце концов, там Гайдар, писатель, тоже еще только для, скажем так, и взрослых, и детей. Вся его литература, сегодня надо перечитывать Гайдара, Аркадия, конечно же, Аркадия Гайдара. И вот сам-то он воевал там, и чуть ли не командовал полком, да, 14-летним. То есть, вот опыт тех столетних, может быть, событий, его как-то тоже надо бы учитывать, то мы совсем даем это явление, когда ничего подобного не было. Оно же похоже, это бывало. Массовость, и вот оно похоже, конечно. Но эти благополучные дети, там-то, понятно, нужды. Скажем так, дети не последний раз являются субъектом политики, вот что интересно. Мы даже знаем крестовые детские походы, да? Совсем, да, вот хорошо. Совсем далеко. Несколько дети выступали, это всякий раз это было. Первый крестовый поход был детским. Первый, потом бедноты, и только потом военные поехали за ним. Сеньоры, рыцари, наемники. Ну, вот дети в политике абсолютно, абсолютно новое явление. У меня есть просто один хороший, я отвечу, конечно, но на крестовую походы не перекрыть детские, но то, что Врина Макаренко, вот коммунары его ходили, как советская власть, да, и ловили там самогонщиков, и у них изымали все эти вот средства самогонворения, и насколько это ужасно, когда они проглашали свой закон, что мы и есть власть. Это, конечно, возмущало взрослых таких, да, но это тоже было явление такой самодеятельности. Я разговаривал, когда-то у меня был момент в жизни, разговаривал с авторитетным очень человеком, таким, лет сорок, который просидел в севере русском, и он сказал, я говорю, а как вообще вот получилось так? Он говорит, что мы же все под котлами ночевали, помните, у Высоцкого вместо встречи змеять нельзя, мы ночевали, я такой был под котлами ночевал. Это беспризорники? Да, беспризорники, да, он говорит. И мы же читали, вот у нас один из нас умел читать, там один или два, мы доставали, там крали где-то, или доставали Стивенсона, Вальтера Скотта, Дюма, и читали взахлёб, и нам хотелось быть такими, как они. Это уже когда-то республика Шкит, наверное. Да, мы наследовали вот эти приёмы, потом вышли из подворотен ворами, как бы, да, и пытались держать всю эту систему понятия законов, потому что мы наследовали вот этих героев романтиков. Видите, потенциал какой? Была создана каста воров в законе, всесоюзного значения, и один из них сказал, что эти люди вышли из, вот это поколение, когда они взрослыми были в 60-70-е, и вот эта вся история, под которых создавали чёрные дельфины, белого лебедя, лагеря послом Кимина, спецзоны для ломки именно в Росзаконе и так далее. То есть государство с ними пребывало в интересной системе отношений, потому что они сами между собой пребывали в интересной системе отношений, а это всё вышло из детской романтики, косослов одного из них. И получается, что детский потенциал, видите, он иногда может давать… Детский, подростковый какой-то. Да, он может давать очень интересные проекции на конкретный общественно-исторический слой, формацию и так далее. Вот это абсолютно неожиданный взрыв, и хорошо, что он произошёл. Снова весна, снова хочется что-то обсуждать, потому что мы в март-февраль, в глухое время… Сейчас вот я хочу снизить эту тему, да? Всё же очень важно, когда в самом деле там ювенильное море, море юности, Андрей Платонов, и тут скорее какие-то Саргасовы острова в этом ювенильном море, потому что то, что другое, какая-то путаница водорослей, это нынешние подростки, потому что скорее вот уже совсем с литературы, чтобы покончить и сдвинуть в сторону над пропастью во лжи. Вот вы сказали, да? Ложь пропаганды. И важно, мне кажется, момент, попробуем от этого оттолкнуться сейчас, что всё-таки это достаточно благополучные дети, уж московские, это точно. Да, это благополучные дети. У них всё есть, они, казалось бы, диктуют моду взрослым, где-то там увидишь ноготочки какого-то взрослого там или где-то в каком-то клубе или в центре. Всё, казалось бы, забито подростками, молодёжью, стареньким уже где-то не просочиться, не поскользнуть. И вдруг эти люди, у которых вот избыток всего, не от нужды, а наоборот, как там философия, поэзия, музыка, ненуждой порождённой, возникает такой протест. Что за протест, который ненуждой порождён? Даже не романтика той революционной столицы. Мы с вами говорили, да, голодные не бунтуют, бунтуют обиженные. Тогда об обидах детских. Они обиделись, да. Все знают, любой родитель знает, что мы с вами родители, что в 12-14 лет начинаются что? Большие проблемы с детьми, потому что не понимают, что мир не совершенен, мир раскалывается, детство уходит. Это всё гормонально подогрето. И они начинают видеть, глобальную несправедливость. А в некоторых социумах, в некоторых случаях это вообще чёрное мясо, которое служится в этом социуме и в которое принимают участие родители. И ближайшие взрослые, на кого можно перевесить всю ответственность ещё по подростковому, это родители. А тут, смотрите, какой трюк происходит. Смотрите, они не родителей обвиняют. Они вышли власть обвинять. И вообще взрослых, которые это создали. И это детки, которым минимум хватает денег на компьютерные игры. Ну и на кроссовке-то переброшенные. То есть это бунт кого? Детей среднего класса, детей поколения средний плюс, средний, среди два плюса. То есть это, ну как это? Ну это бунт или это какая-то ещё форма, эстетизация вот этого инфантильного состояния жизни, когда всё как-то почти позволено, но всё есть? Это значит, что Россия, это значит, что Российское государство, по крайней мере может значить, перебрало на себя патерналистские функции. То есть Кремль является одним таким большим взрослым, на которого и проецируются все обиды детские за создание не той жизни, в которой дети выросли. Это не политический протест, это подростковый протест, который имеет все признаки политического протеста. Потому что они же, если люди возражают против пропаганды, которая обоснованно сформулирована и продуцируется как это центральной властью, то это автоматом становится политическим протестом, хотя они не выходили. Они выходили против атмосферы созданной. Дети сказали, что нас не устраивает атмосфера, дети среднего класса. Это большой звоночек. Сигнал обратной связи. Я подумал, как тут не вспомнить, конечно, при случае замечательных девушек, которые, кстати, Надежда Толконникова сидела в лагерях, в храме Христа Спасителя, который, конечно, наводил, но всё равно место такое… Они были не дети. Они не дети точно, но там, напротив, там, это была как-то жесть связана чуть ли там, ну, съёмки в Залыческом музее, где кто-то там беременный, кто-то там порно участвует в каких-то сюжетах и всё достаточно похоже на такой контемпорарий арт. А тут вдруг такая эстетизация протеста, когда вот эти кроссовки, это, наверное, какая-то одежда, прикид, вот через… Вы всё время об эстетике просто говорите. Я думаю, что это и есть тот случай, когда не просто эстетика, а эстетика, а когда эстетика, какие-то новые формы, которые простают жизни, толкают людей на протест. Это новые формы, это иное мышление, люди, дети с иными мышлением. Честно говоря, мне даже трудно. Жизнь как искусство, да? Жизнь как форма. Да, они же привыкли, как это, какие требования выдвигаются в компьютерной игре. Должна быть интересная, прежде всего. Во-вторых, она должна быть что? Красиво вдохновляющей. Но и не последняя, она должна быть… Эти образы должны вдохновлять эстетически. Вот эти дети понимают, они сравнивают, удивительный процесс произошёл. Они сидят в виртуальной реальности, сравнивают с реальной жизнью, куда они периодически ходят. И обнаруживают, что она не интересная, не такая интересная. Что она, что? Эстетически некрасивая и что? Она не удовлетворяет игровые потребности. И они вышли сыграть, они вышли, так сказать, показать это, подчеркнуть это, что нам в мире, который вы создали, нам не интересно играть и жить этой жизнью. Ну, Алексей, ставит тут как бы точку и многоточие. Нет, я думаю, это явление очень красиво будет разматываться. А как не крутить всё равно выбор, это президентский, путинский я бы назвал их, они вот-вот там, не за горами и годик ещё до 2018 год. И многие говорят здесь, что это всё как бы начинается, что это будирование вот такого… На России бурление начинается по полной, традиционной… Ну, неужели Навальный может быть здесь, перейдём на него всё-таки, уж он-то там выступал, его что же взяли… Не в этом дело, тут же эти выборы имеют историческое значение. Грубо говоря, неважно, кто победит, ответ на это… Главный вопрос, на который отвечают на этих выборах, будет ли продолжаться то же самое, что 17 лет, или всё-таки будет смена курса. А уж кто-то, какая фамилия, может, самый Путин сменит курс. Как это, да, это тоже не исключено, но выбор именно такой. Персонали играют огромную роль, но судя по тому, что исполняют эти дети, даже дети понимают, какой выбор уже. Тут же ещё что-то. Сейчас из Лондона там пишут люди, ну, в Facebook, конечно, что произошёл такой, у них называется конференция «Корнеги-жевого центра», который, кстати, в России вроде бы он есть, а в Украине, кажется, его нет. Видимо, дорого открывать или что-то, ещё не знаю, в чём дело. И там чёткие цифры по разным странам, очень много было, конечно, там докладчиков, там, ну, не знаю, сослаться в Facebook, иногда кажется, молчан, там, Молчанов Андрей пишет об этом, но любопытно, что по России там чётко фиксируются цифры от отставания России и трудности, я говорю без всякого, там, вот, злорадство, просто интересно, трудности, предстоящие впереди, потому что там запланировано даже теоретически это достойное роста какого-то, не дают вот, ну, этого догоняющего даже развития, да. А территория огромная, людей немного, и может быть, как в известной даже не притче, а полуанекдот, когда в каком-то там, может быть, даже, ну, пусть это будет племенная форма, там, отношения какого-то человека с чёрной кожей, посадили белые, там, колонизаторы в тюрьму, и он просто там умер, хотя его кормили и так далее, этот пример, может, тоже приводил, потому что он не мог понять, что будущее будет другим, вот он подумал, что вот так вот, как вот в этой тюрьме, так будет всегда, и он от тоски какой-то умер. Может быть, дети как-то чувствуют, или подростки, вот острее эти тинейджеры, тоску именно вот, что будет всегда вот так, будет этот такой, ну, полузастой такой, пусть он не брежневский, скорее, а путинский, там-то было, ого, и ничего другого, кроме как выйти с кроссовками, даже попасть под раздачу, это же рискованно, там кому-то и досталось. Нет, вот как насчёт того, насколько острее, может, молодёжь чувствует некий застой или кризис системы самой? Однозначно, это протест, это явление того же рода, что вот советский рок в конце 70-х годов, в начале 80-х годов. Хорошо, как, да. Да, то есть они… Пора открывать рок-клуб. Да, джинсы, надо рок-клуб открывать, да, коле. Не рок-клуб. То есть, в чём выразили, в чём протест может выразить подросток? Он может уши проколоть, как бы, да, сделать что-то необычное. Туннельчик сделать. Необычную татуировку, да, там, одеть какую-то странную одежду, странные формы поведения, так само, объединиться с другими подростками, это высшая форма им доступна. Ожидать, что они там пойдут штурмом на Кремль не приходится, но мы же с вами знаем, да, что когда начинается ломка эстетики, это куда хуже, чем когда эта ломка кривлёвской стены начинается, потому что ломаются стены. То есть, эстетики добавляют, как вот именно теории чувственной культуры, как теории чувств. Одно из определений эстетики – это совместное переживание группы людей по какому-то, по художественному поводу. Переживание уже хорошо. Соместное переживание. Дети это переживают. Они стоят возле… То есть, антиэстетичен, в общем-то, вот этот вот уклад. Культурский режим, конечно, да, они видят как-то, как они сразу… Буквально, да, еще раз повторимся, сравнивают с компьютерной игрой, тут им интересно и ярко, и красиво, здесь затхло, гнусно и без перспективы. Хотя, вроде, Медведев такой, ну, по-артистичнее, чем наши пшенки, да, у него там и Тоскана, и коллекции Вин, и все равно это, как бы, людей не впирает, которые понимают, что главное. Дети на него смотрят и понимают, что этот человек ничего не изменит. Это же самое главное. Да, он там, наверное, не играет в свою роль уже. Не в состоянии изменить. Как премьер, как вы думаете, вот все-таки Путин Медведев сегодня, старая дружба людей одного там или какой-то выпуска, да, они же… Я не знаю, что там происходит, честно говоря. Я небольшой специалист по борьбе кремлевских башен одной с другой, служу как обыватель, как все, но… Вот хороший ход насчет того, что каких-то новых рок-клубов или новых каких-то клубов поделес, которые существуют уже в сети, они же параллельно или горизонтально уже существуют, как какие-то общности вот этих игроманов, да, как они себя называют. Там же даже деньги не зарабатывают нормально. Да, зарабатывают и есть команды. И какое количество объединено людей, не очень понятно. То есть это трудно даже отслеживать. Я знаю, например, у моих знакомых есть дети-подростки, которые занимаются этими вещами, там по две с половиной тысячи, по пять сидит, по семь. Сообщество может быть и сто пятьдесят тысяч, там как команда так делится, две тысячи. Ну, две где-то, вот две с половиной – это люди способны объединяться в кланы, там, да, и бороться в какой-то игре. Это огромная цифра по нынешним временам, две с половиной тысячи. Это всегда было много, а сейчас так вообще. Но вот одна команда, они могут, они могут устраивать такие вещи. Ну, и такой короткий прогноз, может, вот это детство и материнство, а тут детство и какой-то путинизм вот для России. Насколько это есть, ну, там, вызов, угроза или какая-то любопытная свежая тенденция? Я думаю, что это любопытная свежая тенденция, которая нам еще за этот год в России будет крайне любопытна. Это не последняя культурная форма, которая возникает в России. Культурная, все же не зря я вспомнил об этих… Однозначно культурная форма. Сводить это все к политике и так далее, это новая культурная форма. Твой акционизм какой-то, массовый. Та же в России, которая выдает новые формы. Из тайной жизни родников исходит вечное движение. Ух ты, хорошо. В Беларуси, там совсем другое, там как-то не детский вот… В Беларуси законодательно запрещены протесты. В России разрешены, вернее, массовые демонстрации в Беларуси запрещены. Люди, заведомо выходя на акции, они сразу нарушают закон. Вот в чем специфика Беларуси. И там, да, как сказал мне беларусь знакомый, у батьки сдали нервы. А я вот слушал недавно, но переслушал все-таки замечательно, речь президента Беларуси. Ну, иногда интересно послушать. Он говорил, что мы-то по единому договору союзам, да, не впускаем через свой международный аэропорт в Минске, да, там миллион с чем-то, попавших в эти вот черные списки нежелательных на территории союзных государств. То есть, в России, в первую очередь, каких-то вот граждан других стран. И там Беларусь, там может быть, тысяч триста, а все остальное – это Россия. И хоть мы все выполняли, но все равно Россия нас вот как-то поддавливает. Ну, там экономические у него расчеты всякие, что там не додали. Пять миллиардов, потом дали там в кредит миллиард. Ну, я так образно говорю. И вот эти экономические, я бы сказал так, разборки между президентом Беларуси и какими-то российскими олигархами, чьи интересы, понятно, оформляет все-таки у вас российская. Вот как, насколько это может на основании этого протеста находиться? Или, скорее, здесь какие-то вещи, вот там, День воли? Ну, формальным поводом, который больше всех возмутил, это был закон о тунеядстве, который там приняли. Да, 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 как бы всем работать. И, я же говорю, бунтуют. Ну, это, конечно, игра вот в советскую жизнь, да, у патерналистского, скажем, режима. Я, когда мне захотелось прокомментировать, написал одно предложение в фейсбуке, не стал это все анализировать, разбирать, я написал, что начинается конец эпохи постсоветских диктаторов. Это очевидно. Почему мне это очевидно? Потому что новая культурная форма возникла, новая эстетика. Алексей, но ведь этот закон, он же так и просится, чтобы вы ввели не только в России, но и в Украине. Тут же тоже полно самозанятых людей, которые опущены в социальное дно. Россия по рейтингу экономических свобод на 50 позиции выше Украины. То есть, у нас в России меньше политических свобод, зато больше экономических. У нас наоборот. То есть, у нас такой закон, прочитывается, вы думаете, невозможно ввести? Нет, наоборот, возможно. У нас тоталитарное общество. И когда мы видим, что происходит с предпринимателями, с Гошками, он даже фопоцит уже был, когда предприниматели уничтожали массу и так далее. И мафа как-то. Да, мы, Украина, насквозь тоталитарное общество. Ой, а в чем это выражается? Оказалось, так как разговариваем, сидим. Признакам тоталитарного. Вот я сегодня хороший пост по этому поводу написал, я думаю, что вы прочитаете с удовольствием, а я пока поясню коротко. Главным признаком квалифицирующим тоталитарного общества является подавление обратной связи. Мы давим все обратной связи. У меня этот пост родился в супермаркете. Я в новую себя ходил, собирал и смотрел, как люди общаются. Я всегда смотрю, вот интересно, что между людьми происходит. Принято считать тоталитарным, это когда власть подавляет обратную связь от общества, но общество внутри себя подавляет тотальную связь. Украинцы боятся реальности. Страшно боятся. Они не могут посмотреть, они не хотят признавать другого, в философском смысле другого, другого с большой буквы. Проблема другого для украинца страшная. Они привыкли жить во внутреннем хуторе и привыкли обороняться от всего, обороняться иронией постмодернистской, когда обороняться просто не глядят. Я вижу, как люди смотрят в другую глаза и видно, что это отношение в большом курятнике. Грубо говоря, что такое открытое общество, не тоталитарное, оно как противоположность этому. Ты можешь высказать то, что у тебя болит, то, что ты чувствуешь или свою позицию, без опасения в том, что в тебя немедленно плюнут. И попытаются спихнуть на нижнюю полку в курятнике или вообще на парашу куда-то загнать. И мы все живем в обществе, когда человек не может прямо выразить то, что у него болит. А обратная связь работает как сигнал. Есть три принципа, на которых она срабатывает. Первый – сигнал должен быть услышан. Второй – он должен быть рационализирован и переведен на язык принимающей стороны, иначе она не поймет в ее терминах. Но самой главной обратной связью, признаком является, что когда принимающая сторона, рецепиент, меняет свое поведение в ответ на полученную обратную связь. Если нет изменения поведения, все равно, насколько большая степень свободы слова. Мы в Украине страшно гордимся. На наших знаменах написано – мы не Беларусь, не Россия. Мы можем говорить все, что угодно. А что от этого меняется? От того, что мы говорим о чем угодно, ничего не меняется. Значит, обратная связь не работает, не проходит. А это означает тоталитарное общество. Просто способы этого подавления – они крипто-сталинские. Сталин мог прямо репрессировать человека, посадить в тюрьму. А у нас криво садят. Сколько добровольцев сидит по тюрьму. И сколько подавляется политических оппонентов, экономическими средствами расправляются и так далее, и так далее. Но дело даже не в этом. Дело не в том, что делает власть. Дело в том, что какая у нас культура. Ни один из нас в Украине человек не может спокойно жить по принципам открытого общества, спокойно выражать то, что он чувствует. Он будет немедленно подавлен. Немедленно подавлен, найдутся люди, которые плюнут в него за то, что он просто такой есть, какой он есть. За то, что у него такая позиция, такие чувства, такие сомнения, такие желания и так далее. Мы не хотим признавать другого. Это люди, которые тщательно прячутся от реальности. Она жизненно страшна для украинцев. Он предпочитает жить в лупке, сочиненном о России, о самих себе. А вот сгинут наши выражения «я краса на солнце». Наш весь гимн – это просто торжество попытки заколдовать реальность, спрятаться от нее, сделать ее не такая, как она есть. И это видно вскусывание улыбки мгновенном, когда люди отворачиваются. Это видно, как они не могут друг другу спокойно смотреть в глаза, обмениваться энергией, информацией, чувствами, потому что ты же не знаешь, что раскроешься, он вдруг тебя плюнет, плюнет или ударит сосед, или потом расскажет кому-то и так далее. Мы поражены, как общество, насквозь поражены страхом быть самими собой, потому что другие такие же осудят, даже не власть. А молодежь не боится? И у нас тоже вот смотришь, молодежь тоже боится. Улыбаются, обнимаются, целуются. Молодежь тоже боится – это часть субкультуры. Я вот внимательно смотрю, как общаются молодые люди. Они вот, чтобы прежде, чем что-то сказать, вот в компании девчушка стояла, пыталась что-то сказать, они приуготавливаются, создают такой комок, собираются в комок нервов, и вот из этого что-то храброе издают. И внимательно смотрят, как реагируют все остальные. Потому что, если ты что-то не то ляпнешь, тебя же в этой подростковой иерархии могут сдвинуть в сторону за неудачное выраженное чувство. «А, ты это чувствуешь, все, фу, твое место там». Это тюряра, в худшем смысле этого слова. Огромное посттоталитарное общество. Мы обсуждаем все, что угодно, и ни одна проблема не решается. Более того, мы же не обсуждаем реально волнующие нас вещи. Это поверхностные волны. У меня есть блестящая возможность смотреть, я люблю отсматривать, что говорят общества как таковое, а потом с этими же людьми беседовать на индивидуальных консультациях, когда они говорят «Ой, как по душам». И я вижу, насколько разящая разница между конкретным человеком, например, или десятками людей, которые говорят публично, вот я за ними смотрю, а потом, что они говорят во время индивидуальных задушевных бесед. Это два разных мира. Люди живут из двух моралей. Одна мораль для общества, не хирша, не шу соседей, а другая мораль для себя, и между ними стена. Вот это и есть признак тоталитарного общества. У нас в людях разорвана связь между самим собой внутри и между собой внешним. Вот в чем проблема. Это два разных типа человека. Есть мораль для соседей, для выхода на улицу, есть мораль у себя за забором на хуторе. Абсолютно два разных человека, как правило, с абсолютно двумя разными комплексами чувств, с абсолютно двумя разными системами мировоззрения, с разной онтологией даже, они в разных мирах живут. Здесь ему можно верить Богу, а тут на людях нельзя или наоборот и так далее. И вот это и есть тоталитарное, когда люди порваны внутри самих себя. А общество уже в каких-то формах это отображает. Вот это так называемая наша возможность говорить о чем угодно, она же как это, о чем угодно, и поэтому мы за этим, за избытком вот этой способности говорить о чем угодно, прячемся от настоящих разговоров о настоящих вещах. Я вот на дебатах у себя что учу говорю, что мы сейчас будем заниматься контркультурными вещами, я говорю, мы будем доставать из себя, выкладывать на стол и это обсуждать. И настолько тяжело людям это дается. Вот понимаете, в Украине очень легко быть успешным, в любой отрасли. Вот я наблюдал, все успешные люди, они делают одну и ту же вещь. Они в той или иной степени разрешают себе эту обратную связь от реальности и от других людей. Внимательно слушают и реагируют. Причем это не обязательно сюсюканье. Эти люди часто реагируют крайне жестко, потому что в силу обстоятельств характера, например, собственники бизнеса. Но все, кто хоть в чем-нибудь успешен, это люди, которые выслушивают кого угодно обратную связь. Какая была не была бы разница по социальной связи, там 14 этажей между боссом компании и уборщицей, он внимательно смотрит, собирает эту информацию. Вот это бы отличие от тоталитарного общества. В открытом обществе ты можешь следить с политическим противником, с эстетическим противником, с ценностным противником. Но ты можешь заявить то, что ты хочешь. Конечно, степень свободы везде разная. И даже в самом открытом обществе есть табуированная тема, про которую ты не можешь говорить. Но в принципе этот список тем и проблем, про которые ты можешь говорить куда более шире, чем у нас. Вот сейчас это по западу пронеслось и даже нас задело, когда матери признаются в том, что они не любят детей и жалеют о материнстве. И казалось бы, американская взрослая мамаша написала, что я жалею о том, что я стала матерью, ее поддерживает ее 16-летняя дочка, о которой мать сожалеет, что она была ее матерью, но там огромное количество негодования, она прославилась на всю Америку моментально, как так, вы не можете себе позволить, и пятое-десятое, и американское общество. Это какой-то новый хэштег, как называется? Да, хэштег, да. Когда-то у нас была девушка, рассказывали, и женщины о том, как их, не дай бог, изнасиловали, что называется, Да, да, я не буду искать. Теперь матери признаются. Я не люблю детей. Я не люблю своих детей. Ничего себе такое. Шире, что я могу сказать, что если подняться выше тоталитаризма, то это ломается дисциплинарное общество, общество контроля, оно дает трещины. И я склонен разглядывать, я помню, в прошлый раз, когда я о нем заговорил, вы так дощурились, пощурили и убили тему. В термине «отчуждение»? Да, отчуждение. Безусловно, это все отчуждение. Что такое отчуждение? Отчуждение. Что есть в Марксе хорошего? Я знаю английские, британские ученые, которые, они подчеркивали, я с ними общался, британские ученые, как смешно прозвучало, но я когда учился в Англии, да, разговаривали. Они говорили, что у Маркса, вот группа ученых такая сидела, преподаватели, как ученые, преподаватели Оксфорда точно были. Они сказали, что мы очень тщательно изучаем Маркса, что нас больше всего интересует от нас лично. не теория стоимости и так далее прибавочной, которую многие экономисты. Нас интересует как человек, создавший термин «отчуждение», понятие «отчуждение». О нем много наговорено, но вот в сущности оно сводится к чему, это отчуждение. Что когда человек занят трудом, он может через этот труд либо утверждать себя как личность, либо отрицать себя как личность. Они говорят, что капиталистическое производство организовано так, что человек в труде, тратя 8 часов на работу, а тогда и 14 часов в середине 19 века, отрицает себя в труде. Он теряет себя как человек. Нет, он активно себя отрицает, он вынужден себя активно отрицать, потому что он получает задание на труд, цель труда его лежит вне него, он не сам себе поставил эту задачу. Он не видит начальный конвейер, он не видит начальный процесс производства. Он выполняет типовую операцию и отдает куда-то неизвестно куда, которая неизвестным способом будет продана и использована неизвестным способом. И чтобы выживать физически, он находится в условии кормить семью, он находится в условии, когда он должен воспроизводить этот абсолютно бессмысленный, обесчеловечивший, дегомонизирующий операцию за операцией, постоянно одно и то же, неинтересно и скучно, 20 лет подряд, 10 лет, 5 лет подряд. А потом Маркузе и Франкфуртская школа. И утверждает он себя в тех сферах, где, казалось бы, что только животные себя утверждают. Это в еде, культ еды какой-то и секс. И еще немножко остается на детей все-таки. А вот хотите о Буратино поговорим, рассуждительская тема и так далее. Приключения Буратино. Буратино, именно который не Пинокки, а Буратино, как его описал Алексей Толстой. Для меня это символ, я семинар недавно читал. Символ… Ну, колоди, то есть не Толстой, а колоди, как было у колоди, у Пинокки. Символ именно Толстого Буратино. А, Толстого? Да. Там итальянская сказка немножко другое содержит. Например, у нашего носа не рос, когда он брал, а там иные коннотации. То есть я рассматриваю их самостоятельное произведение. Мы о нашем, о Толстовском. О Толстовском, да. Вот в чем фишка Буратино. Смотрите, вот я внезапно увидел, как туннель высветился, полно символизма. Это бунт против дисциплинарного общества. Буратино отказывается принципиально вести себя по канонам дисциплинарного общества. А кто его пытается загнать в эти каноны? Мудрый сверчок. Мальвина. Мальвина. Самый главный персонаж, который что? Который наезжает на Буратино, это не Карабас-Барабас, а Мальвина. И не Лиса-Лиса. Худший главный человек, который пытается загнать, это Мальвина. Это значит, и у Буратино нет матери, заметьте. Это один из немногих сказочных героев, у которых нет матери, если не единственный. и где вообще семейное это проходит. Это значит, что... Неполная семья такая. И отец алкоголик, кстати. Не просто, да. У нас три открытия замечательных. Первое. На дисциплинарное общество нас кодируют матери. Они учат нас приспособленничеству. Они учат нас чему? Принятию правил игры. Они учат не высовывайся, будь как все. Надо слушаться директора, надо соответствовать принятым нормам в классе, в институте, на работе и так далее. Не строить дом выше, чем у соседей. Раз. Второй момент. Далее кодировка в подростковом возрасте уходит мальвином. Всем этим девочкам с обложек журналов мальчику внушаются на эту же мысль. Если ты хочешь иметь дело с такой девочкой, владеть этой женщиной, ты должен соответствовать определенному набору правил. Потому что без часов, без ботинок, без машины соответствующей, без зарплаты, без кредитной карточки, к ней близко подходить надо. Без определенного социального статуса. И вот юноши 12-14 лет во что попадают? Они пытаются быть нонконформистами. Они пытаются как-то жить себя выражать. Им социум очень недвусмысленно говорит. Тебя либо встретят полицейские дубинка, если будешь сильно бунтовать против принятых здесь правил дисциплинарного общества. Но даже если не встретят дубинку, отпетляешь где-то, такие девушки, как звезды, тебе не достанутся никуда. Вот эти мальвины со множих журналов. А мальвины, девочек это тоже калечит, они становятся мальвинками. Кому внешность природа дала и кто сумел пропетлять. Живут в сложных взаимоотношениях с карабасами-барабасами, с толстыми папиками. И вот таких вот мальчиков, смотрите, кто у нее есть. У нее есть Артемон, мальчик, который беспрекословно выполняет все ее приказания, уже задисциплинирован. У нее есть Пьеро, романтик, который плачет, но ничего не в состоянии сделать с этим обществом. Хотя он осуждает Карабаса и привязанность к Мальвины к ней. Есть Буратины, мальчики, которые хотят взбунтоваться. Взбунтоваться против этого, но им очень жестко говорят. Либо палку об тебя обломаем, есть еще Арлекины. Помните, с чего начинается представление? Что видит Буратино? Арлекина бьет Пьеро. Пьеро, палка. И он вступается за него. Конкретно вбивается. 33 подзатыльника, как говорил Карабас-Барабас. Не будет 33 подзатыльника, они будут смотреть. Это бунт, кодированный бунт против дисциплина на общество в этой сказке. Это дети, это бунт Буратино. В России вышли Буратино. Они вот из этого виртуального, как это, из этого виртуального котла, который там спрятан. За семей. Да, вот самый главный месседж. Где тайна была спрятана? За семейным очагом. Есть ключ в семье. Ключ в том, чтобы вот это, как это, эти вещи вскрыли еще не франкфурская школа нео-марксизма. Маркузи, кто там, Львинас и так далее. Они когда писали, это же бунт, они вдохновляли революцию. Маркузи, конечно. Маркузи, да. 68-го года, они же говорили, что это же еще и сексуальная революция была. Эра с Буратино и цивилизацией. Они говорили, да. Они говорили фронт. А это было кодировано через сексуальные коды. Студенты, когда бунтовали, они ломали в первую очередь, потому что социум кодируют через секс, через вот эти все вещи. Они ломали в первую очередь сексуальные забабоны, все эти табу и так далее. И через это обеспечился протест. Главные коды, кодируются через это. И это пибрутационные вещи, это подростковые вещи, это вещи, это когда дети встречают другого и понимают, что он как-то устроен, к другому может тянуть, от другого может отталкиваться. И самое страшное в этом, что родители уже не, как это, в этой ситуации родители уже не могут быть помощниками. Они внезапно видят родителей не как агентов, а как несчастных жертв этого социума. Они перестают вдохновляться родителями, они не могут вдохновляться. Вот российская ситуация. Приезжает папа, который может позволить себе, там, бизнесмен или силовик, который может позволить себе иметь ухоженную маму и ребенка в новых кроссовках, с новой видеоигрой. Ребенок видит его как, если не как агента этого социума, агента Смита, которым матрицу обеспечивают, то как жертва этого социума. Человек, который в какой-то момент сломался и начал играть по этим правилам, которые из башни кремлевской транслируют. Он видит маму, которая любит и, по идее, как бы вдохновляется папой, как сломанной куклой. И дети понимают. Еще вопрос, выходили ли российские девочки. Вот я бы отследил судьбу российских девочек. Ту, которую вязали четверо этих людей. Ту, которую вязали, да. А еще было потрясающее выступление пятиклассника, который где-то в Екатеринбурге, по-моему, есть видео в интернете, толкнул какую-то политическую речь, я еще не успел посмотреть. Пятиклассник. И вот дети смотрят и понимают, что кого не видят своих родителей в окружающих их взрослых. Людей, которые сломались и играют по правилам. Я хочу вступиться за то, что действительно вот эти, ну скажем так, какие-то российские дети, будущие граждане России, как там было года, сегодня мы дети, советские дети, завтра, завтра советский народ. Сейчас они, как бы, эти российские дети не хотят быть завтра таким путинским народцем каким-то, условно говоря, ельцинским каким-то. Они же не воюют за равные права с родителем в духе социальной революции. Они же там все это уже видели сами на этих всех сайтах, чатах и прочее. То есть они против чего-то другого выступают, что их во взрослом мире не устраивает. Они становятся перед Пелевинской дилеммой, которая в Empire V была написана. Что он сказал? Талантливый юноша имеет сейчас две перспективы. Либо быть пидорасом у клоунов, либо клоуном у пидорасов. Реально, они реально стоят перед Пелевиной. Погубили отчуждение так красиво. Буратино и тут друг Пелевина. Но мы широкую эстетическую конвуя. Это Пелевин, это явление в современной России. Это же Empire, там же диалектика переходных периодов. ДПП, да. Мы должны были к нему обратиться. Вот они реально становятся перед этой дилеммой. И они понимают, это ужас. Представляете, 14-летий подросток смотрит, какие перспективы перед ним Россия-Матушка разворачивает. Кем ему быть? Кем жить? Все эти обращения, помните, мы же в 17-й год, комсомольцы в 67-м году, в 57-м писали капсулы эти, прятали. Капсулы, да. Столетие СССР, в Великой революции и так далее. И прятают. И достают же. И достают же, да. Сейчас как бы там открывают, там видно, что написано. И вот эти дети, они смотрят на все это, как те тогдашние комсомольцы. Им хочется куда? Они хотят верить в будущее, и они читают в своем интернете про этого их, их него маска, которая сегодня, вчера объявила создание компании, которая нейросети будет позволять, да, заниматься. Искусственный интеллект, приспособленный к человеку, резко расширяющего способности. Когда, когда завтра летят на Марс, когда там, гиперлуп, да, все это мировое метро, стирающие границы, позволяющие быстро перемещаться, за два часа до Америки доехать на метро, там и так далее. И они, или в Африку, они, и они сравнивают это с тем, что вокруг, и вот у них страшный конфликт, они не хотят в этом жить. Это чисто сказка, сюжет сказки про Корсолова. Если кто-то будет говорить, что Россия азиатская... Так Буракин или Корсолов, с того, какого мы выбираем, или парочка сказок, и даже Пелевин. Здесь, это играют европейские, вот заметьте, играют европейские архетипы, это для тех, кто говорит, что Россия это азиатская страна. Чисто европейские архетипы срабатывают. Вопрос, кто будет этим прессалом, которых убедет. Навальный им точно не будет, но вот они, они, это поразительная вещь, вот если рассудить тогда, мы же говорим, что люди прячутся от реальной жизни в виртуальную реальность, а тут прямо обратный ход, дети вышли из виртуальной реальности, чтобы взмонтоваться против реальной реальности, они пошли в нее. Ну вот это, получается, скорее похоже больше, юбилеи еще те, и не на революцию, когда вот, это понятно, более организованная, там какая-то партия, нового типа, чтобы, а это же было даже в Питере, совершенно безлидерное какое-то движение просто, ну и вот такое, подростковое без лидера движения, оно там даже критиковалось, там каким-то левым, что вот мы уходим организованно, там, официальная российская там водила кого-то, а эти вышли просто как масса, как это, что это такое было? Может, это же самое страшное для режима, это же, это люди вышли по движению души, это же у кого-то крестный ход в России, там с этими попиками растребнутыми, а тут как бы дети, никакой не крестный, он же такой достаточно антиклюрикальный, там кроссовки, но движение души, люди вышли по движению души, движение души, это всегда новая эстетика, это самое страшное, это движение души свободных людей, это трещина вот в этом льду, в этом страшном леднике дисциплинарного общества, которое и в Америке, и в России, просто в своих формах пребывает, потому что европейские... Алексей, вы прямо к лимонам отсылаете, к этому дисциплинарному санаторию, а мы-то знаем, сколько у Эдички молодежи перебывало в нацболах, и даже были трагические там всякие истории, и как он молодежь подтягивал на эту идею национального большевизма, и что он там? Эдичка... Эдуард Лимонов. Да, Эдуард Лимонов, как он очень-то желаемый. Да, он... Публицистильный. Мы сидели на кухне, вот это он, когда скрывался, там, мы беседовали у него, где-то там на красной престе, я уже не помню, обо всем этом. Всю ночь проговорили, а там вот это СТ, а на тех тех, до времена Лимонки, еще газеты молодежные. Да, 2005 год. А, может быть. И получается, что он-то как раз апологет дисциплинарного общества. Он внутренне глубоко к нему, даже дисциплинарный санаторий он там присылал. Да, он глубоко к нему принадлежит. Просто его бунт, это бунт против излишеств и перверсия дисциплинарного общества. Он говорит так, что, на мой взгляд, он говорит, что есть правильное дисциплинарное общество, но есть неправильное. Он бунтовал против неправильного. Ну, там, хард насилие, а софт насилие. Да, я протестую против дисциплинарного общества как такового. Было время, когда оно сыграло выдающийся роль в жизни человечества, а сейчас его время ушло. Так, Алексей, а все-таки отчуждение, это тот термин, который, конечно, у Гегеля, по-своему, Маркса был развит. Там, нужно, конечно, знать немецкий язык, но и читать немножко. Вот для вас, что сегодня такое отчуждение в современном мире, там, и в Украине, и в России? Это когда человек подавляет себя своим трудом. Он не может утвердить себя через свой труд, он только и подавляет. В свое время я взбутывался против этого и выстроил свою жизнь так, чтобы вообще не зависеть от общества. У меня нет средств производства. Нет на вас марша тунеядцев или анти-тунеядцев. Закончик раз, и Арестович уже придет. Я физически суба предприемлем, налоги плачу. Значит, смотрите, но я выстроил так, что мне не нужно средств производства. Если надо будет что-то людям показать, я на пальце покажу. Ну, эксплуатировать никого не хочется, Эксплуатировать никого не хочется. Я принципиально отказался играть в эти игры. Без начальников, без подчиненных. Вот мой образ жизни. Я лично доношу до людей. А не маскировка или это все-таки под новые слова, там, прикариат, фриланс, которые заменили, вот, люмпин, там, прочее? Нет, я вышел из этого, я в это не играю. У меня все очень... То есть вы все-таки предприниматель, да, в этом смысле? У меня предприниматель, потому что такова общественная форма. Я не предприниматель, боже упаси, я не хочу к этой касте принадлежать. Просветитель, вот. Дать качественную обратную связь. Или группе людей, если они сходятся на семинары, либо там в виде школы, либо вот благодаря вам я могу на интернет-каналах пищать. На Укрлайф все-таки, да. Подписывайтесь на канал Укрлайф в Ютубе, где Алексей Ристоевич иногда может вам дать качественную консультацию даже так, да? Все, я не играю в эти, в общественные, в игры дисциплинарного общества. Принципиально не играю. И дело не в том, что я там не могу ужиться с украинским правительством, которых я считаю мощными червями. которые в эту страну, да, прогабили все исторические шансы и превращают это в черте что. То есть я могу еще более худшее слово не говорить. Я в принципе не хочу играть в эти игры. Ни в Америке, ни в ЮАР, ни в России, нигде. Это в принципе глубокий протест против дисциплинарного общества. Вот этих детей я очень хорошо понимаю. Вот этих детей, которые сейчас бунтуют в России. Ну да, они же как-то сейчас могут и не работать, казалось бы, да? Такие праздные дети. А же может быть праздношатающие, пока они учатся. Маркузи говорил о преформировании, что современный человек формируется еще в трубе матери, слыша через стенку живота разговоры взрослых и постоянно блеяние телевизора или радиоточки. Он уже рождается в матрице. Он уже рождается как член дисциплинарного общества. Напоминаю, напомним зрителям, что дисциплинарное общество, общество это контроль через тело. Начиная с пеленания ребенка и так далее, это всего этого счастливого детства, подзатольники, делай дело не это, не делай, ложись вовремя, пятое, десятое, забудь. Вот это привычка. Я очень много преподаю людям. Привычка, у нас не могут конструировать ответы. Я всегда говорю, вы когда конструите ответы, вы подумайте, потому что это что? Это строительство мостов. Общение человека с человеком, это надо выстроить мост. А у нас ляпать привыкли. По школьному угадывать. Я вот к этому раннему детству или до детства периода бы сейчас, может быть, и не обращался. Интересно, может быть, ваше мнение насчет инфантилизма какого-то современного общества. Об этом, кстати, много в своем мире вонах писал, но и многие об этом пишут. Вот насчет того, что молодые люди задерживаются в каком-то детстве до 25-27-30 и дальше, и молодые режиссеры это уже там 45, и можно до 55 куда-то ехать на правах молодого рабочего. Не задерживаются, потому что общество перебрало на себя патерналистские функции. Оно, как очень жесткие родители, жесткая мать, жесткий отец, предписывают определенный тип поведения. Сейчас еще будет хуже. Когда производится автоматизация и роботизация, люди останутся без работы, и государство начнет им выплачивать этот безусловный доход, который рожден, собственно говоря, под автоматизацию, под потерю рабочих мест. Эта идея рождена и опробуется в разных местах. Кем станут эти люди? Вырастет поколение людей, которые никогда не работали. Получают от общества, получают безусловные доходы. Звучит чудесно, но вряд ли это в Украине будет поколение такое. И занимаются, да, занимаются чем? Чем им занимаются? Только развлекаться, в зависимости от уровня этого дохода. Америка, например, считает, что через 15 лет у них 50 миллионов таких будет людей. Это даже не доуншифтеры, это люди, которые остались без работы, потому что на них работают роботы, уже автоматизированные системы управления и производства. И получается, что они всерьез к этому готовятся. Это широкая дискуссия сейчас идет в американском обществе. Массово остаемся без работы. И будут удивительные процессы. Маленькие дети будут быстро взрослеть, а взрослые будут инфантилизироваться. Это два разнонаправленных потока в одного и того же процесса. Получается, есть такая труба в рев в будущее, по этой трубе взрослые идут назад. Может, немножко не к месту, но цыганские дети очень быстро взрослеют, да? Вообще взрослеют все дети, которые вынуждены в реальном мире решать реальные задачи. Что позволяет современное общество? Общество дисциплинарное и контроля. Дисциплинарное общество Фуко постепенно перешло в общество контроля железа. То есть железа. У нас в значительной степени общество дисциплинарное, в Западе оно давно уже общество контроля. Где мы с ним знакомы? Мы с ним знакомы, когда смотрим, что происходит в транснациональных корпорациях. Смотрите, в нашем мире существует всего три места, где существует шлюзовый допуск в помещениях, пространство. Это тюрьма, секретное учреждение правительственное и любая транснациональная корпорация. Без магнитной карточки, без системы шлюзования, пока одна дверь не закрылась, ты не зайдешь во вторую дверь. Точно так же устроена тюрьма. То есть современные люди в транснациональных корпорациях работают как в тюряге. Они точно так, как эти сидят заключенные, бедные, и шьют там свои валенки. Точно так же в опенспейсе сидит огромное количество работяг, которые проходят по карточке, только руки за спиной не складывают. И в этих офисах работают, под копирку, производят определенные вещи. Я иногда консультирую бизнес, так бывает. Естественно, хожу, смотрю всегда. Я всегда, когда надо проконсультироваться, сначала иду, смотрю, что творится в помещении, на работе непосредственно, слушаю атмосферу, смотрю, что происходит. И я вот однажды сидел, там какой-то был полугодовой доклад или годовой, и солидный человек, там 40 с лишним лет, всячески успешный, батальон любовниц, три ресторана, там яхты, переяхты, самолеты, отец там замечательных детей, на полном серьезе, с горящими глазами, гордился тем, что они продали в этом квартале на 15% больше электрических чайников, чем в прошлом. А я потом его индивидуально консультировал, я говорю, слушай, а вот на что ты тратишь свою жизнь? Ты действительно, ты рос для того, чтобы продавать на 15% чайников? Разрушить его бизнес таким образом? Да, я говорю, что... Семью разрушить даже? Да, вот я очень хотел разрушить, я люблю разрушать. Приходите, подумай всерьез, ты рос, жил, боролся, летал, мечтал, ты вспомни себя десятилетнего, ты хотел 45 лет продавать, гордиться тем, что ты продашь на 15 чайников в этом полугодии больше, чем в прошлом. Хорошо, а если все такие, как ты, будут успешно повышать производительность на 50% в каждом раз чайников, через 5 лет земля закончится, они кому будут продавать. Вы все друг другу продадите по 10 новых чайников, а дальше что? На Марс продавать. Но это мы утешаем тех, кому не удалось жизни. Куда это все гребет? Нет, у человека был как раз экзистенциальный кризис, с ним было легко говорить, я говорю, куда это все гребет, для чего ты живешь? И вот этот вопрос вплотную встал перед этими 14-летними детьми. А тот куда ушел? Неужели он ушел в монастырь или там все бросил, стал дауншифтером или там бросил жену и там не знаю что, или вернулся к жене от любовницы. Человек продолжает работать самим собой, но некоторое исправление у него обозначилось. Вопрос в чем? Они же люди вольные, я же не могу их насильно консультировать. Он раз, два поговорил и потом сказал, я подумаю. Так вот, он понимает, что будет просто развалиться весь его жизнь. К молодежи, подросткам и детям. Дети, этот находится в конце своей карьеры либо в середине ее, а эти дети перед ее карьерой, но они видят ее подсвеченное далеко вперед. Потому что они смотрят на таких своих отцов и понимают, что они не хотят вырасти в общество, которое предписывает продавать на 15% чайника больше, либо в Сирии захватить еще 10% территории какой-то. Чудесный антикапиталистический такой месседж. Они думают не о завтра, а о послезавтра. Только они будут почувствовать, предчувствовать это бы лучше. Они не хотят жить этой жизнью, всегда побеждают образ жизни. Как сказал один умный афганец, ты знаешь, почему похоронили четыре империи здесь? Потому что побеждают образ жизни всегда. Они, ни американцы, ни Советы, ни британцы не смогли заставить нас изменить образ жизни. Ни талибы, в конце концов, и так далее. Мы будем жить, так и мы жили. Всегда побеждают образ жизни. Его переломить, это нужно колоссальное по масштабу усилие. И дети просто... А значит, образ жизни является для, по крайней мере, среднего человека, он является чем? Да и не среднего тоже. Он является точкой приложения интеллектуальных усилий. И вот эти дети, вступающие в жизнь, они смотрят, их вопрос, это вопрос об образе жизни. Какой жизнью нам жить дальше? И то, что смодулились, ту страну, которую им построили и взрослые, их абсолютно не устраивает. Не устраивает в режиме полного неприятия, отказа. Они будут делать из этого перформанс, они будут делать из этого колоннаду, они будут делать этот бунт, они перепробуют сначала все подростковые способы, потом неподростковые способы. Какое-то бегство даже не от удивления, а от воображения, из общества переформирования, одномерного общества, это великий отказ. Да, был такой вопрос. Но есть, поточнее, предложение все-таки другого великого, не менее, даже более человека, не буду пускай угадать наши подписчики и те, кто смотрит случайно, арестовичи, конечно же, когда этот человек, этот лидер великий наставил, что очень важна нам новая дисциплина. То есть, отказ и ломка старого аппарата и архитического, новая дисциплина. Что такое новая дисциплина? Что такое новая дисциплина? Хорошо, сам бы не вспомнил в горячке. Вот спасибо, что вы об этом заговорили. Как преодолевается общество дисциплинарное и общество контроля? Существует только единственный путь, мне известный. Это свобода качества. Общество, это вот, когда мы, помните, говорили с вами несколько передач назад, есть мораль, мораль обязанностей, есть мораль счастья. Между прочим, Боротина счастье искал. Там ключ, золотой ключик, это ключ от счастья. Тоже, тоже такая специальная вещь. Я удивляюсь, как это вообще проскочила, эта сказка. Так вот, эти люди, это вот, католическая мораль счастья, она предполагает, что, что, есть свобода, устроена внешними законами, внешним и быстрымством жизни, а есть свобода, которая достигается личной качественностью. Свобода, так, вот, пример простой, да, есть свобода, у ребенка, бить или не бить по клавишам пианино. Он свободен в этом. Он может хлопнуть крышку, отказаться, пойти и так далее. Это свобода, за нее можно бороться и больше, более того, практически все поиски свободы внутри дисциплинового общества, в том числе и взрослых, это свобода бить по клавишам, делать что хочешь. Как Айн Ред сказала когда-то, демократическое общество предполагает, что свободу отказа, свободу не участвовать. Ты можешь не участвовать, но есть и другая свобода, когда ребенка сначала заставляют играть эти гаммы, приучают, точнее, приучают, 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 сначала ему это не нравится, он долго мучается, этюды, гаммы, это свобода качественности, свобода извлекать музыку, свобода понимать музыку, свобода переживать эстетические эмоции, свобода обмениваться с ними эстетическими и этическими эмоциями, свобода сочинить, в конце концов, музыку, если хватит таланта, усидчивости и так далее, свобода породить новое. Вот дисциплинарное общество побеждается только так и тогда, когда твоя внутренняя дисциплина сильнее внешней дисциплины, которую тебе навязывают. Я это в свое время понял в военном училище, которое абсолютно было устроено как тюрьма, Это 90-е годы. Многие, чтобы не садиться в тюрьму, уходили в военное училище, прятались и так далее. Уже поковырались в награжданки. Система отношений была очень интересная. Я был там сержантом замком злора. Я смотрел на все это, устраивал все это. Я смотрел, как это организовано. И видел, кто ломался. А у нас 650 человек поступило, 320 закончило, половину выкинули. Я видел, как люди ломались. Училище командное было. Офицеров пособирали, дай бог, со всех концов Советского Союза. Афганцев было очень много. Такие жесткие были товарищи. Я смотрел, как устраивается система отношений, как люди себя находят или теряют, потому что атмосфера была очень жесткая. И экзистенциальные выборы приходилось иногда по три раза на день делать. Сдавать или не сдавать товарища, поступаться, ломаться или не ломаться, когда тебя давят и так далее. И вот побеждали только те, у которых внутренняя дисциплина была, таких было еще немного выше, не приспосабливались. Проходили через эти губ-фахты, через попытки их сломать, через попытки организовывать коллективную травму, травлю и так далее. Навязывали свое, побеждали, в конце концов становились даже формально, с сержантами и так далее, формальными и неформальными лидерами коллектива, люди, у которых внутренняя дисциплина была больше. Вот простой пример. В 6 часов утра был подъем, в 5.30 был подъем, и надо было бежать свои 10 километров на этой зарядке и всякое такое. Но разрешали, для тех, кто у спортивных товарищей было очень много, разрешали на полчаса раньше вставать и можно было бежать без подразделения и в спортивной форме, заниматься самому. Для этого ты должен, мол, на полчаса встать, а солдату всегда не хватает сна. Дайте курсанту точку опоры и он уснет. Хороший пример, кстати. А во-вторых, надо было, грубо говоря, больше часа зимой или осенью, в любые погодные условия, ты больше на полчаса занимался, чем физо и тем самым. Так вот, людей таких было очень много и с каждым днем, где-то после второго курса, когда начали соображать, становилось все больше и больше. Так можно поспать было там в курилке один? Да, но ты… нет. Это все очень четко пробежалось, там все были умные, офицеры курсовые были, вчерашние курсанты, знавшие прекрасно все места, где можно заныкаться и выспаться. Люди реально бегали. Те, кто хотел косить, они ходили на уборку территории, там в санчасти, там мы больные, пятаяся, люди бегали, люди бежали на два лишних, на три лишних километра, лишние подтягивались, лишние выбегали на полосе препятствий, на 100-метровке и всякими другими вещами занимались, потому что они понимали, что что? Они становятся качественнее от этого и более свободными. Он, грубо говоря, не бежит в составе подразделений, он бежит сам по этим всем, по 6-й станции в Аркадию, по трассе здоровья, возвращается, лишний раз подтягивается. Это в Одессе, что ли? Да, в Одессе. Купались в море и бежали обратно. Еще там нудистский пляж был, помните старинный, йоговский там же. Победа, Чикаловский пляж, все это, аккуратненько, через октябрь на полчаса, на час, даже всю ночь бегать, забегая куда-то. Да, но когда ты… Смотрите, в чем же шинтрика? Нет, прекрасный пример, Леш, я чувствую сейчас, что тоже приведу один пример, такой короткий, но это чуть позже. Человеку надо иметь сознание определенное, состояние сознания, потому что когда бабушка тянет пакеты домой из магазина, она жалуется и говорит, что я умираю от тяжести, от неорганизованной жизни. Когда девушка в зале тихает в 100 раз большую тяжесть, за тренировку она становится только красивее и свободнее, ярче, потому что что? Она понимает, что я эти тяжести ношу не потому, что меня заставили. Стоп, Алексей, мы сейчас уйдем. Прекрасный пример с армии, насчет этой внешней и внутренней дисциплины, тем более развернутой, на Одессу опрокинутой, еще раз я повторю для себя, что были те, оказывается, кто имел возможность в ущерб своему сну, даже не досыпая, встать раньше и нагрузки взяв на себя больше, как-то вот так… Бегать свободно. Бегать свободно, да. Прямо почти, как не скажешь, по Нишанске прорваться к какой-то новой неслыханной свободе, даже у Достоевского неслыханная свобода, невиданная. А я вспомнил пример армейский, о котором я сказал один мой товарищ, как он, будучи замком взвода в учебке, побил результат, может это был КМС или первого разряда в кроссе, нормативы военные, когда он заставлял бежать весь взвод именно в ногу. То есть люди, которые в одиночку не добегали до этого результата, когда бежали взводом, они могли достичь… То есть когда все-таки коллектив и эта общность, пусть даже внешне тоже влияют на… Я вам еще один пример расскажу, и вы все поймете про этих детей российских. Смотрите. У нас был эпизод, когда у нас там злобный… мы еще были на КМБ, курс молодого бойца, а это страшное время. Вот с кем вы на училище не поговоришь, закончившем, они скажут, что готов повторить? Да, но только не КМБ. Когда в машину ты попадаешь, она тебя начинает ломить, давить, мы не ходили, мы только бедали. До присяги, да? Да, до присяги. Потому что это просто нагрузки были колоссальные. Колоссальные. Еще это постоянный пресс, чтобы сразу слабых отсеять. И был у нас сержант из войск, который заставил нас одеть АЗК, общевосковой защитный костюм. Там в Одессе где-то сороковник в тени, а то и 45 было в августе месяце, да. В этой в Чебанке, в ровных полях, там взрывчатку уложили, толовая шарка взрывалась, следа не оставалось. Ну, не толовая шарка, там заряд безоплывочечный делали. Следа не оставалось, настолько была выжжена земля, лопатка ее не брала. И получается, что мы окопы в полный рост рыли для стрельбы стоя с лошади, в общем, полный набор. И получается, в этих АЗКах по этой же рее мы начали бегать. Бегали-бегали, а занятие было в районе химического городка, кто знает, там, и там недалеко было такое поле с какими-то там свеклой или еще с чем-то. Картина еще Одесский припортовый завод, эти башни мячные стоят, в общем, такая и степь выжженная. Все еще живо, все работает. Да, очень красиво, да. И вот это бегали-бегали-бегали, и в какой-то момент мы сообразили, он нам гонял, гонял, аджатцы упали, поднялись, в какой-то момент мы сообразили, что он же не видит, кто из нас. Кто-то не выдержал первый и кинул в него эту свеклу. И тут сообразили, что он же не может понять, кто. То есть мы уже коллективно наказаны, а индивидуально он наказать не может. Все же в противогазах. И дружно все начали швыряться в него. А как же команда снять противогаза? Не успел. Он не успел, его закидали, закидали, немножко даже побили. Но фишка в чем была? Что такое протест этих детей сейчас в России? Это настолько затотализировано общество, оно свело всех в противогазах, сделало всех одинаковыми в этом путинском тумане, в этой мгле, что можно безнаказанно кидаться во власти этой гнилой свеклой, потому что она не знает, кому наказать. Все одинаковые. Все приведенные к общему знаменателю. Все подростки. Все одинаковые. Всех особо не накажешь. По крайней мере, стрелять в ответ на это не будешь. И как минимум до возраста, когда они голосуют, они в самом деле все одинаковые, они не граждане. И в тюрьму даже не посадишь. По крайней мере. По уголовному. То есть они еще уголовно. Ах, Алексей. Я думаю, что этот прекрасный образ, не хочется прерываться, такой нон-финит, незавершенность для того, чтобы объявить нашим зрителям подписываться на канал Укрлайф ТВ, потому что это есть в Ютубе, потому что здесь Алексей Аристович сейчас. И может быть мы завтра продолжим с нашим политэкономом, с Денисом, с которым были уже философские этюды с Алексеем Аристовичем. Может быть это будут такие философско-политэкономические этюды, и мы вернемся к демократии, к свободе. Этот образ последний насчет, конечно, ОЗК и подростков. Спасибо вам за сегодняшний такой образный разговор. С вами был Алексей Аристович. Мы продолжаем трансляцию на Укрлайф ТВ.